Мы начинаем читать первый шаббат после праздника Песах и читаем эти поучения отцов до праздника Шавуот на протяжении шести недель. Здесь есть шесть глав. И каждый шаббат между молитвой Минхой и Мариф вечером, как правило, мы изучаем эти поучения. Это такие нравственные наставления, этическое учение о том, как правильно себя вести. И это касается вообще всех сфер нашей жизни. Как судьям правильно судить, как человеку разговаривать или не разговаривать с женой, об этом мы тоже будем говорить. И более того, помимо того, что после Песаха, перед Шавуотом, таким образом мы готовим себя к получению Торы на горе Синай. Мы знаем, что праздник Шавуот, праздник получения Торы. Помимо этого, мудрецы постановили изучать этот пирке на протяжении каждой субботы, каждого шаббата до Роша Шана. Поскольку летние месяца, они вызывают в человеке жажду к наслаждениям. Именно в это время, когда хочется отдохнуть, погулять, побалдеть, очень важно учить эти нравственные наставления. И каждый раз становиться все лучше и все лучше. Вот этим я обожаю наш иудаизм. У тебя нет времени просто на ерунду. Ты постоянно ищешь, как бы мне продуктивно, что сделать, в том числе и для своей души. Перед тем, мы сегодня начнем с вами первую главу. Не знаю, если мы всю прямо закончим, постараемся. Перед тем, как мы начинаем изучать главы пиркеа, вот, неважно, это первая, вторая, третья, четвертая, пятая или шестая, обычно, как правило, мы говорим такую фразу. Что у всего народа есть доля в грядущем мире, как сказано в Ишаяу. Народ твой все праведники, навсегда он наследует землю. Они посажены мною росток творения рук моих, которым гордиться буду. Кто-то может взять эту книгу и сказать, да я же не соблюдаю шаббат, свечи не зажигаю, кипу не ношу. Там мужчина может сказать, зачем мне читать эти поучения отцов, я же не праведник какой-то там. Эта книга, здесь эта фраза, да, Коль Исраэль, она говорит о том, что неважно на каком ты сейчас уровне, весь народ важен, ты важен в том месте, где ты находишься и с теми делами, что ты делаешь. Ты важен в этой цепочке сотворения всего мира каждую секунду. Все они праведники, ты сам по натуре своей, это часть души, которую тебе Всевышний дал, она априори делает тебя праведником. Разумеется, понятное дело, что нам каждому нужно стремиться быть лучшей версией себя и вкладываться в свое саморазвитие. Но знай, что часть души, которую тебе дал Всевышний, уже делает тебя праведником. Уже у тебя очень-очень много заслуг. Будущий мир здесь, напись на грядущем мире, каждый получит свое дело. Здесь, в этом контексте, не имеет отношения к райскому саду, где души умерших радуются божественному великолепию. Потому что не всякая душа удостаивается этого откровения. Мы знаем, что евреи, весь мир ждет прихода Машеха или Мессии. Это те времена, когда мир будет в идеальном своем состоянии. Не будет вон, не будет врагов, болезней, страданий, испытаний. Будет раскрытие Всевышнего на весь мир. Ведь наша задача каждого человека в этом мире, это строить жилище Всевышнему своими поступками и своими добрыми делами. Боя Зрата Шем. Мы все праведники. И в грядущий мир, в этот идеальный мир, допускаются люди, совершившие, даже люди, совершившие тяжкие преступления, после того, как они пройдут свое, как бы, наказание. И Боя Зрата Шем, что мы все встретимся там, в грядущем мире, без наказаний, без каких-то исправлений. Мы все сделаем в этом мире, свою самую лучшую работу в самом лучшем виде, не тратя по кусту наши дни. Итак, это вкратце о том, что значит вот эта первая фраза. Напоминаю, которую мы каждый раз, когда начинаем изучать Пиркея. Вот мы говорим эту фразу. Итак, мы начинаем. Первая Мишна в первой главе. Моша получил Тору на Синае и передал ее Йошуа. Йошуа старейшинам, старейшины передали ее пророкам. Пророки передали ее мужам великого собрания. Вот эта цепочка, кто от кого получил Тору, куда это все передалось, у нас все это записано. Мы знаем, что Тора, она передавалась от отца к сыну. И более того, помимо письменной Торы, которую еврейский народ получили на горе Синаль, мы также получили и устную Тору, которая передавалась от отца к сыну из уст в уста. Но когда был такой период в нашей истории, когда появилась опасность того, что устная Тора потеряется, люди начали более опускаться нижние уровни в своем служении Всевышнему и начали рассеиваться по миру. И мудрецы постановили, что есть опасность того, что это просто-напросто не сохранится. И поэтому они вынуждены были записать устную Тору вместе с комментариями. И Баруха Шема знает, что у нас есть 24 книги Торы. То есть Торы — это не только пятикнижие Моисея. Это также и пророки, и писания. В то время как в других трактатах Мишны говорится о еврейском законе и ритуалах, в Перке-Авод речь идет об этических и нравственных ценностях. Текст Авод можно по ошибке принять за личные мнения мудрецов и сравнивать с другими этическими трактатами. Тем не менее, Авод начинается с изложения истории о передаче Торы через поколение мудрецов, чтобы подчеркнуть, что все приводимые в нем изречения основаны на Синайском откровении. То есть все, что мы будем изучать в Перке-Авод, это все Тора, это все, что Моше получил на горе Синай от Всевышнего. И эти толкования в трактатах Вод, в них изложены принципы, которые позволяют перенять Тору от учителей и передавать ее дальше. Итак, есть пять стадий передачи Торы, которые упомянуты в Мишне этой. На Синае, от того, кто открылся ему на Синае, упоминание о Моше, Йошуа, то есть какое главное качество, которое мы учим от Мушера Бейна, от нашего учителя. Первая степень в изучении Торы, это обретение скромности и самоотверженности, качеств, которыми обладали гора Синай и Моше. Мы знаем, что есть такой мидраж, что когда Всевышний выбирал место, где давать Тору, то многие горы начали спорить между собой. Одна говорила, я самая высокая гора в мире, я буду достойно получить Тору. Вторая говорила, я самая цветущая гора в мире, я получу Тору. А гора Синай, она была маленькая, не сильно цветущая, и стояла себе в сторонке, и не вмешивалась в этот спор. Именно за её смирение и за её скромность, что во мне нет ничего такого примечательного, Всевышний выбрал именно гору Синай, чтобы дать на ней Тору. Именно Мушера Бейну, человек, у которого не было своё «я», эго, он послужил посредником между Всевышними людьми для того, чтобы вывести целый еврейский народ из Египта, для того, чтобы получить Тору на горе Синай. И вот это вот качество, оно на иврите называется битуль, самоотречение, Всевышний меня нет, я твой инструмент, которым ты что-то делаешь в этом мире, и я хочу быть достойным инструментом, достойным твоим компаньоном в этом мире и выполнять только твою волю, только твою волю. Знаете, в иудаизме это ещё называют качество, как колесница. Ты управляешь мой, я только еду, ты мне говори, надо стоять, буду стоять. Всё, что ты говоришь, Всевышний, дай Бог нам выполнять. Дальше. Моше обучил Торе весь народ, то есть, выражаясь словами Мишны, и возрастил много учеников. Тем не менее, именно Йошуа, единственный из всего поколения, был избран для того, чтобы воспринять и передать дальше Тору потомкам. И, казалось бы, Всевышний мог избрать для этой роли детей Мошарабейну, как тот просил. Но Йошуа из-за его усердия и преданности, он не отлучался от Исшатра своего учителя. Он рано вставал и, допоздна, задерживался в Бейт-Мидраше, расставляясь с камней и расправляя даже коврики. Бейт-Мидраше – это место, где все учат Тору. Богобоязненности и прилежания Йошуа были практическим воплощением абсолютной самоотверженности Моше. Таким образом, Мишна намекает на следующую ступень, которую должен достиг человек, изучающий Тору. Прилежание, основанное на абсолютной, как у Йошуа, преданности Торе и повинности ей. То есть, если первый шаг в изучении Торы – это смирение и подавление в свое эго, готовность принять. Человек, у которого вот эта переполнена чаша, да я знаю, что у меня там ваша Тора, он не готов принять то, что там написано. Ученик, который пришел на урок и говорит, да что мне учитель может сказать, он не примет априори. И все комментаторы, которые начинают писать какие-то комментарии под нашими постами, они априори не могут принять то, что мы сейчас им скажем. Человек, кто не готов принять, он не примет. И именно поэтому важно вот это качество, как у Мишера Бену, только будь готов принять Тору, будь готов, и ты примешь ее. Это первое качество, с которым нужно начинать изучать Тору. А второе – это прилежание, это какая-то, да, как дисциплина, это желание прийти и изучать Тору. Третье – это старейшины. Имеется в виду не 70 старейшин современников Моше, а скорее следующие за ними мудрецы, начиная с Атниеля Бенкеназа, пережившего Йошуа и передавшего Тору следующему поколению старейшин. Так продолжалось почти 300 лет в течение всей эпохи судей. Слово «старейшина» согласно Талмуду переводится как «тот, кто приобрел». Для овладения мудрости ученику нужно своим умом понять изученный материал, выработанный им, уникальный метод познания должен заслужить признание авторитет. То есть третья ступень здесь – это принятие Торы. Она следует за первыми двумя ступенями, требующие от человека подавления своего эго, а также развизвития скромности и усердия. Как только ученик овладеет этими качествами, он сможет освободить свое «я» и воспринять Тору посредством своим интеллектом. Когда мы долго-долго что-то учим, и тут до нас доходим, и мы получаем настоящее удовольствие от этого. Дальше. Пророки. Основная роль пророка состоит в том, чтобы вдохновлять народ и передавать своему поколению послания от Бога. Например, о том, воевать против какого-то народа или нет. В те времена эти послания не касались вопросов, обсуждающихся в Торе. Пророческое видение не основывалось на интерпретации законов Торы, которые можно было вывести путем рассуждений. И, используя определенные Торы и логические понятия, пророк не обладал авторитетом большим, чем сведущий в Торе мудрец, не наделенный пророческим даром. То есть для нас сейчас человек, который знает будущее, может там что-то предсказать, пророк, который передает слово Всевышнего – это вау. Но раньше мудрец Торы ценился больше. Он тот, кто изучает и несет слово Торы. Таким образом, пророки сыграли свою роль в передаче Торы через поколение вовсе не благодаря своему пророческому дару. Вероятнее всего, они были избраны на эту роль из-за своей великой мудрости, позволявшей им прежде всего удостоиться дара пророческого видения. То есть человек, который удостаивался дара пророчества, делился этим. Он этого удостаивался прежде всего потому, что был мудрец Торы. Если бы у него не было этих познаний в Торы и все эти первые три ступени, о которых мы говорили, да, в смирении, подавлении своего эго, желание там быть, дисциплина, он бы просто не удостоился этого пророческого дара. Он просто так к простому человеку без желания что-то делать не придет. В упоминаниях пророков Мишни содержится намек на четвертую ступень познания Торы. Изучающий Тору должен пребывать в соответствующем духовном состоянии и в достаточной мере благоговея перед Торой, чтобы разъяснить истину в вопросах аллахических. То есть тут уже должен быть трепет, уважительное отношение к Торе. Да, такой вот прям трепет, вот это духовное состояние внутреннее и желание. И великое собрание. После этого ее передали мужем великого собрания. Эти мудрецы мужественно перенесли испытания, связанные с переустройством и укреплением модаизма после ряда катастроф и ассимиляции, вызванных вавилонских и знания. Именно они канонизировали библейские тексты, вели порядок ежедневных молитв. Шахарит Минхай Мариев, утренняя дневная и последневная молитва. Кедуш, Авдалу и многие другие обряды, характеризующие еврейство по сей день. Именно тогда, в момент, когда еврейский народ рассеялся и был страх это все потерять, мудрецы постановили вот эти обряды, все эти ритуалы, Кедуш, Авдалак и многие другие. Итак, давайте еще раз кратко повторим. У нас есть пять стадий принятия Торы. Моше — это смирение. Йошуа — это усердие и служение Богу. Ну, старейшины — это усвоение Торы, духовное вот это восприятие Торы, чтобы это оставалось. Не, я пришла в Синогогу, поучилась, вышла и пошла где-то там, не знаю, в какое-то нехорошее место. Нет, ты всегда сохраняешь себя в этой чистоте. Пророки — это духовная мудрость. Великое собрание — это практическое применение, потому что именно мудрецы Великого Собрания начали постановлять Кедуш, Авдалу и многие там заповеди, которые мы должны делать. Те изрекли три постановления. Не спешите выносить решение в суде, взрастите множество учеников и возводите ограду вокруг Торы. Не спешите выносить решение в суде. Это можно решать, можно определить это как руководство не только для судей, но и для различных людей. Например, если для судей, не спешите действовать, исходя из предварительных суждений. Обдумайте все как следует, и вы можете прийти к другому заключению. Даже если у нас было уже, у кого-то было в суде уже такое дело, и судья такой, а у меня было уже такое дело. Нет, ты не можешь сказать, что по опыту я вот так буду судить. Каждая ситуация, она особенная. Ты должен на нее смотреть как на новую. Кроме того, терпеливо объясняйте свое решение, чтобы его можно было понять и принять. Для руководителей не спешите судить ваших последователей преждевременно. Терпеливо обдумайте, каким образом из-за сокрытия Бога они дошли до такого плачевного состояния. Вы удивитесь и обрадуетесь даже той малой толике добра, на которую они способны. Подобное поведение руководителей является гарантией того, что Тора будет вечно передаваться и сохраняться от одного поколения к другому. Не спешить. И для учителей оценивайте личные качества ваших учеников и подборяйте подходящий метод развития отдельно для каждого из них. Несмотря на столь высокие требования, следуйте указанию, готовьте множество учеников. Учитель может сказать, да, он учиться не хочет. А ты попробуй вот так заинтересовать, такой подход найти. Может, ему не нравится, когда там громко его ругают за что-то. Может, ему не нравится вот это. Может, ему больше нравится, когда вот так. То есть, искать подходы. У каждого есть свой ключик, который открывает сердце. Дай Бог нам использовать такие слова, исходящие из сердца, которые входят прямо в сердца. Возрастите множество учеников. Истинный лидер, желающий сохранить Тору навечно, должен распознавать трудности, испытываемые его потенциальными учениками, и оценивать их благосклонно. Тогда он сумеет обучить Торе множество людей, обнаруживая достоинства даже у тех, кто, казалось бы, совсем их лишен. Да, казалось бы, да, о чем мне его учить? Бестолочь ничего не поймет, зачем мне тратить на него время? Нет. Если ты желаешь сохранить Тору, у тебя все получится. И настоящий учитель, он не просто дает знания и уходит, он взращивает ученика подобно пламени, которое задерживают, пока оно не окрепнет. Этого можно добиться только в том случае, если учитель поймет, в чем нуждается каждый ученик отдельно. Учитель не может быть доволен учениками, которые просто посещают его занятия. Это не ученики, а лишь аудитория. Настоящий воспитатель должен искать и обучать своих верных последователей, и быть для них любящим наставником. Об этом говорит Рэб. И в целом все делать из любви. С кем бы мы не встречались на нашем жизненном пути, любовь расталивает все льды, все холодные сердца. Любовь, которая связывает нас. И любовь это то, что мы можем выражать и посредством своих слов, и посредством выражения своего лица. Есть разница, как мы используем себя. И они постановили возводить ограду вокруг Торы. Имеется в виду дополнительное установление предостерегающего характера, выходящие за пределы законов Торы, служащие буфером, удерживающим человека от нарушения законов Торы. Ведь в Торе сказано «храните законы мои». Что это значит? Например, мы знаем, что есть предметы мукцы, которыми нельзя пользоваться в шаббат. В шаббат нельзя писать. Соответственно, если мы возьмем в руки ручку, мы можем автоматически написать. Именно поэтому мудрецы постановили, что в шаббат запрещено брать ручку в руки. Нежелательно. Казалось бы, а если я хочу взять просто ручку и просто ею не буду писать, просто буду ее держать. А зачем тогда тебе ручка, если ты ее писать не будешь? Зачем? Это лишнее. Именно поэтому мудрецы постановили вот такие, как ограда перед пропастью. Потому что если ты возьмешь сейчас ручку и напишешь, ты нарушил шаббат. Но если у нас есть запрет вообще брать ручку в шаббат, то вероятность того, что ты нарушишь шаббат, уменьшается. И поэтому благословена память мудрецов. Спасибо им за то, что так заботятся вокруг нас. Что еще означает возводить ограду вокруг Торы? Это возводить ограду вокруг Торы означает возведение ограды вокруг своих слов во время преподавания Торы и восприимчивость к чувствам аудитории. Это приводить адекватные примеры. Не всегда, да, если мы находимся там перед аудиторией женщины, и сейчас я там буду примеры там. Например, я была как-то на уроке Торы, и был такой пример ужасающий, что мне было неприятно. То есть очень важно оратору или лектору понимать, что я буду говорить, как я это буду говорить, и относиться бережно к чувствам тех, кто нас слушает. И, конечно же, тщательно выбирать материал, который мы готовим, источники того, что мы даем людям и так далее. Ну что, я думаю, но пока что хватит. Мы изучили из первой главы только одну мишну. А в первой главе, дорогие друзья, знаете, сколько у нас мишн? У нас в первой главе 18 мишн. Это значит, что еще ждите такие видео. Постараюсь снимать где-то по 2-3 мишны в день. И буду с вами делиться. И таким образом мы будем морально себя развивать. Эти этические принципы, которые здесь написаны. Становиться лучшей версией себя. Ибо, изратошем, в добрый час приведем избавление в этот мир. Бай-бай, спасибо, привет из Израиля. Бай-бай.